Двор домов 194 и 196 Попушкина всегда очищен от снега. Когда осадков немного, с работой справляется небольшой погрузчик. А во время большой уборки жители идут навстречу коммунальщикам и полностью освобождают двор от машин, чтобы не создавать помех. Во дворе у нас во время уборки снега, во время попадания под осадков, мы закрываем все ворота, люди относятся к этому непониманию. То есть все машины выгоняют? Да, у нас вообще тут машин нет. На спортивной 25Б тоже редко жалуются на уборку снега. Жители сменили управляющую компанию и их работой довольны. Теперь здесь комфортно проводить праздники всем двором – Новый год и Масленицу. Все равно после прошлого года совсем другая картина. Как тут было до этого и как сейчас, совершенно по-другому смотрится. Глава города Елена Лапушкина проверила не только уборку снега, но и проконтролировала исполнение всех поручений, которые были даны коммунальщикам прежде. Во дворе на Чернореченской 57 летом провели работы по благоустройству. Для жителей сделали парковку и дороги. Но зимой водители стали ставить машины на газон, где растут ели. Жители просят установить дополнительное ограждение. Замесячник по благоустройству, мы этим и займемся. Подождите, ну оградить мы предлагали, ну столбики, ну что там. Вот, а мы это и сделаем. Ну, давайте. Вот видите, наш подъезд прям выходит на газон. А что такое? А вот полноценное преображение двора, домов на пересечении улиц Осипенко и Чернореченской еще впереди. Жители принимают участие в региональном проекте содействия. Они уже разработали план благоустройства. Однако в него не включили площадку для выгулу собак, потому что некоторые жители против ее строительства. В качестве альтернативы предлагается участок недалеко от домов на границе Ленинского и Железнодорожного районов. У нас там границы есть. Стоят, так сказать, уже долгое время бесхозные эти гаражи. И может быть мы рассмотрели бы как вариант, реализовав план сноса незаконных построек. Теперь специалисты профильных департаментов будут рассматривать возможность реализации данного предложения. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.